Привет! В моих руках находится камера Sony FX3 и вот обратите внимание, здесь вот на пяточке ручки звуковой, которая идет в комплекте с этой камерой, установлено через тройной холодный башмак установлено две радиопетличные системы. Вообще для чего я это сделал? Ну и в принципе, если вам необходимо, если у вас стоит такая задача, как записать интервью двух людей, которые находятся у вас в кадре, необходимо все-таки иметь хороший качественный звук. Существуют различные системы, вот у меня сейчас вот эта система, это Sony, которая работает на один микрофон. Есть такие же системы, но, например, на два микрофона. То есть это очень удобно. Вставил в горячий башмак, повесил одному герою, второму герою и в принципе записал звук. Но в профессиональном мире так это не делается. Объясню почему. Потому что вот эти системы, Wi-Fi-системы, они работают на очень коротком диапазоне. Плюс какие-то могут быть шумы, плюс какие-то препятствия. Это не дает нормально собирать звук, и у вас может получить обрывистая речь. Ну и плюс, видите, в кадре не очень как бы компактно. Понятно, что здесь есть возможность подключить бетличный микрофон. Все это можно сделать, но мы все понимаем, что лениться. Если мы говорим о том, что мы хотим управлять звуком, а звук у каждого человека, голос звучит у каждого человека по-разному. Поэтому необходимо все-таки контролировать уровень звука. Но опять же, вы же купили такую камеру, то, наверное, подразумевается, что будете использовать именно вот эти настройки, которые здесь есть. На ручке вы можете занизить уровень децибелов и тем самым убрать посторонние шумы, убрать перегруз по системе. Ну и плюс вы здесь можете тоже немножко обрезать низкие частоты, и благодаря этому получить уже на продакшене хороший качественный звук. Почему я не пользуюсь вот этими системами, которые вот как вот у меня сейчас висит? Она, в принципе, пишет сама на свое усмотрение, и громкость можно настроить, но это надо заходить в меню. Здесь не надо заходить в меню, потому что лишний заход в меню, это непонятно, что ты там настраиваешь. В данном случае ты конкретно управляешь отдельным каналом, который отвечает за конкретного главного героя. Все, на этом как бы все. Но основная проблема у этой камеры, вообще про что как бы этот ролик? Основная проблема у этой камеры в том, что производитель использовал только один горячий башмак, и вот здесь мы попадаем на очень серьезную ситуацию. Если мы возьмем камкордер или профессиональную видеокамеру, то мы найдем там два башмака. О чем это говорит? Что если вот берем этот камкордер, например, там Z190 именно этой же модели, этой же компании Sony, то там есть два башмака, которые ты вот так же вот ставил, и не надо ничего лишнего разделать. Все там есть. Зум-объективы. И вот если говорить про универсальный сток камкордер, все равно идет на шаг вперед, в отличие от этих камер. Но при этом вот эта камера запишет лучше вам картинку. То есть да, вы получите хорошую картинку, но получаете сразу же вот это не доработка, неудобство. Я решил доделать, доработать. Поставил сюда, с торца вкрутил быстросъемную площадку башмак, которая только отвечает за то, чтобы на нее одеть какой-нибудь девайс. Вот как в моем случае я не девайс подключил, а подключил расширитель. Одеваю тройной. Почему так пришлось сделать? Найти вот именно такой девайс, который вот так удобно снимался и одевался, нет. Поэтому мне пришлось немножко доработать. Доработка этого девайса обошлась где-то в 6 тысяч рублей. Это не так дорого, это терпимо. Плюс вы покупаете, скажем так, на пожизненный один раз, и вам этой переблуды действительно реально хватает. Она очень удобная. Почему? Потому что, во-первых, я могу быстро ее снять, потому что, да, вот сейчас она в собранном состоянии, только накинул объектив и уже пошел снимать. А если тебе надо быстренько это все дело собрать, снимаешь объектив, если тебе это надо, если не надо, оставляешь. Снимаешь ручку достаточно быстро. У тебя уже, в принципе, ручка отдельно отделяется, и у тебя сразу же две радиопетличные системы. То есть ты можешь быстро дальше куда-то перемещаться по различным локациям. Вот. Ну а если вы, не знаю, там, хотите снимать дальше что-то с рук, то, в принципе, у вас остается рабочая ситуация, да, вот. То есть вы можете продолжать снимать. Единственное, вот эти провода, которые есть, они могут немножко мешать, но они достаточно гибкие, и, в принципе, особо мешать не будет. Но можете, кстати, снять и на этот уже девайс повесить какую-то батарею, если вы там планируете долго снимать. Здесь просто есть еще один кусочек, скажем так, еще один башмак, но я не рекомендую, по той причине, что идет нагрузка на основной горячий башмак, который встроен уже в камеру, и, соответственно, можете его просто повредить. Ну а тут уже, извините, звуковая ручка работать уже не будет. На этом, в принципе, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, насколько полезно это вам было видео. Ну а если вы что-то хотите купить, ну просто найдите там на Алиэкспресс, там, тройной башмак. А вот этот переходничок с Макрик, который я, в принципе, пользуюсь и рекомендую. Ну вот, 6000 рублей, а комфорта намного больше. Всем привет! Вы когда-нибудь... Всем привет! Вы когда-нибудь... Может быть, когда-нибудь... Вам довелось использовать камеру. Привет! Дело в том, что у меня есть свое небольшое видео-продакшн, и у меня иногда встает проблема в том, чтобы... Ой, блядь, у меня нет проблем. Стоит задача.